Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Тверской районный суд по ходатайству следственного департамента МВД 22 марта продлил срок содержания под стражей молдавскому криминальному авторитету Андрею Таркунову по прозвищу Турок. Он находится в СИЗО уже почти год по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, статья 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации. За это время было выявлено еще пять эпизодов вымогательства, которым может быть причастен иностранный уголовник. Гражданину Молдавии Андрею Таркунову продлен срок содержания под стражей до 24 апреля 2021 года. Теперь помимо статьи о лидерстве в преступной иерархии, Таркунову инкриминировали еще пять эпизодов вымогательства. В этот же день был продлен срок заключения под стражу для предполагаемого сообщника Турка. По версии следствия, под угрозой насилия Таркунов и его подручные незаконно завладели имуществом стоимостью в десятки миллионов рублей. Подробности пока не раскрываются, известно лишь, что речь идет об отчуждении недвижимости, а самый давний эпизод имел место в 2008 году. Таркунов был задержан в апреле прошлого года, сразу после освобождения из Верхнеуральской колонии. Изначально сообщалось, что задержание связано с претензиями к Таркунову со стороны молдавского правосудия. Однако позже выяснилось, что и в России неприятных вопросов к Турку тоже предостаточно. К тому же правоохранительные органы двух стран успешно сотрудничают в области борьбы с транснациональными ОПГ. Как выяснили из Вестия, 23 апреля 2020 года в отношении Таркунова было возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Его этапировали в столицу, где 24 апреля предъявили обвинение, а сутками позже водворили в СИЗО, получив соответствующую санкцию суда. В феврале РЕН-ТВ сообщал, что Таркунова подозревают в вымогательстве 2,4 миллиона рублей у предпринимателя. Преступление, как считает следствие, было совершено в марте 2015 года. Молдавский авторитет проник в жилище предпринимателя и, угрожая физической расправой ему и его родственникам, добился согласия потерпевшего на передачу указанной суммы. Первый платеж в 800 тысяч рублей бизнесмена заставили совершить в течение трех суток. Рэкетиры также угрожали забрать квартиру пострадавшего. Сотрудникам следственного департамента удалось собрать доказательства для предъявления обвинения еще по четырем похожим эпизодам прошлых лет. У Андрея Таркунова весьма необычная биография, как вора в законе. Он неожиданно появился в криминальном мире и сразу же завоевал авторитет и влияние, несмотря на его прошлое занятие – строительство. Как правило, законниками редко становились люди, которые когда-то работали. Вор должен был только воровать и отсидеть некоторое время в тюрьме, прежде чем к нему совершался воровской подход. За турком же не числилось ничего подобного на момент принятия в воровскую семью. Таркунов Андрей Григорьевич родился 13 июня 1981 года в молдавском селе Леушины. Многие его соотечественники выезжали на территорию России и занимались здесь строительными работами, таким образом зарабатывая на жизнь. Андрей Таркунов не отстал от своих земляков и также в начале совершеннолетия пошел по этому пути, подрядился в строительную фирму и даже, по информации источника, выбился в прорабы, благодаря своим лидерским качествам. С такой биографией, казалось бы, путь вора в законе навсегда должен был закрыться. Но только не для турка. Говорят, что однажды он участвовал в ремонте дачи одного из московских авторитетов. В итоге оказалось, что у обоих есть общие друзья из криминального мира, а самому Таркунову не чуждо было совершать преступление. По некоторым данным, помимо основной работы, он еще и промышлял грабежами. Так это или нет, неизвестно, официальной информации этому не имеется. Зато известно, что в середине 2000-х годов Андрей Таркунов сошелся с некоторыми ворами из клана Деда Хасана. Наиболее дружественные отношения у него сложились с братьями Кардава. Именно они и выступили за коронацию Таркунова в 2013 году. Никто из клана не возражал этому, так как у Усаянна начался серьезный конфликт с другими ворами, и новые участники в его ряды только приветствовались. Коронация Турка как вора в законе произошла 11 июня 2013 года в Московской области. Вместе с ним в клан вошли такие люди, как Беса Рустовский, Максим Французов и Тимур Каба. Сразу после повышения он получил срок в России за хранение, чуть менее трех грамм героина, его задержали в Солнцево. Суд назначил ему год колонии. Примерно тогда же у него возникли противоречия в криминальной среде с Равшаном Ленкаранским. Позже его статус поставил под сомнение Шакра Молодой. По одной из версий, претензии главного российского вора к Турку заключались в том, что тот, дескать, не сидел. Ирония заключается в том, что Таркунов в действительности отбывал когда-то срок в России, но скрывал это. Позже стало понятно почему. В мае 2020 года Таркунов был лишен российского гражданства. Оказалось, что турок получил паспорт гражданина Российской Федерации в упрощенном порядке, как бывший гражданин СССР, однако при оформлении не сообщил о том, что был судим в России за кражу в апреле 2003 года. Опасаясь лишения гражданства, он, вероятно, не рассказывал о своем криминальном прошлом, даже своим коллегам. В 2016 году Таркунова вновь привлекли к ответственности за нарушение российского уголовного законодательства, он был задержан на территории деревни Марушкино в Новой Москве по подозрению в причастности к разбойным нападениям. При нем нашли пистолет с патронами и гашиш. Также у него были найдены ножи, похищенные во время одного из прежних преступлений. Речь идет о дерзких нападениях на элитные особняки в московском регионе, совершенных с 2012 по 2016 год представителями молдавской этнической преступной группировки под предводительством Николая Греку. Маловероятно, что Таркунов не знал о промысле своих соотечественников, Греку и Таркунов оба родом из Ханчешского района Молдавии, как и другие члены банды. Источник, близкий к следствию, сообщил, что Таркунов контролировал преступную деятельность банды, даже находясь в заключении. В списке пострадавших от налетчиков, крупные бизнесмены, общественные деятели, высокопоставленные чиновники и даже криминальные авторитеты. Так, во время нападения был жестоко избит и спустя год с небольшим скончался один из основателей Солнцевской ОПГ. Бандитов отличала крайняя жестокость, пострадавших избивали монтировками и кастетами. В апреле прошлого года бандитам, вынесли приговор в Мособлсуде. Греку был признан виновным по 20 эпизодам дела и был приговорен к 21 году лишения свободы, 10 из которых он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 10 до 17 лет колонии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова